Жизнь вопреки. О том, что это значит, не понаслышке знают тысячи славянцев. Это люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них каждый день это усилие над собой. Но только они могут доказать, как открыть для себя неограниченные возможности в жизни. Тему продолжат Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. В далеком 1990 году одна сильная и неравнодушная женщина, Любовь Кузьменко, решила объединить вокруг себя людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, чтобы подарить им возможность общаться, путешествовать, жить полноценной жизнью. Так в Славянске-на-Кубани появился клуб инвалидов «Надежда». Нашему клубу уже 25 лет. Встречались в маленькой комнатушке, было мало людей. А сейчас у нас 50 человек. Было 60, стало 50. 10 колясочников у нас. Сейчас в клубе 50 человек. Каждый из этих людей – пример стойкости и жизнелюбия. И в радости, и в беде они всегда поддерживают друг друга. Для многих из них клуб «Надежда» стал вторым домом. За годы своего существования члены клуба стали одной большой дружной семьёй. Здесь они живут полноценной жизнью. Выезжают на природу, участвуют в конкурсах, в спортивных соревнованиях, находят новых друзей и создают семьи. Наш клуб объединяет «Мы общаемся». Это уже как единая семья, потому что вот с общества инвалидов в этом году приехал наш методист и увидел, как мы общаемся. Не нужно там говорить, чтобы «Ой, поднеси ему сумку» или ещё что-нибудь. Все видят, все знают, что у каждого есть свой отдел. Ну вот как одна семья. Для каждого члена клуба юбилей – большой праздник. А самое главное – отличный повод встретиться и просто пообщаться. Но всего этого торжества могло бы и не быть, если бы не помощь добрых людей. Кафе для проведения праздников, поездки на море, угощения – всё это стало возможным благодаря бескорыстной помощи славянских предпринимателей. Большую поддержку членам клуба оказывают местная и районная власть, представители социальной защиты населения, волонтёры. С юбилеем собравшихся поздравил глава славянского района Роман Синеговский. Самое главное, что вы вместе, что вы общаетесь. Я уверен, для всех вас этот клуб стал второй семьёй, где у вас есть возможность увидеться, поделиться впечатлениями, может даже пожаловаться на что-то, найти компромисс в решении какого-либо вопроса, провести вместе время, поехать на море. Членов клуба объединило несчастье – то, что может прыгнуть к земле или даже сломать человека. И тем не менее, они люди не просто сильные и стойкие, но и доброжелательные, улыбчивые, заряженные позитивной энергией. Что помогло им стать такими? Наверное, не в последнюю очередь то, что они все вместе в клубе, чей негласный девиз – возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Подарки, цветы, прекрасное настроение – праздник получился по-семейному тёплым. Мама, руки твои жмала, мама, слёзы твои сняла, и в землихи, слеза земли. Мама, нежная, твоя и строгая, в москетство душой широкой всегда пойдёт, до Божьей живёт. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова